Какая прелесть! Ну всё, я в прямом эфире. Сейчас ко мне зайдёт мой Олег. У нас сегодня тема прямого эфира будет про мужскую и женскую энергию. Леночка, привет! Ой, сейчас ко мне придут мои мальчики-девочки. Приветики-приветики! Всем приветики! Сейчас зайдёт Олег. Вот он мой хороший. Привет, мой друг. Класс! Ой, как я рада вас видеть. Не могу слушать. У меня столько эмоций, столько эмоций. Так, вот. Присоединяем Олега нашего. Тема мужская и женская энергия. Расскажем про то, как человек вообще с энергией. О, отлично! Олег, привет! Слушай, Лид, привет! У меня вот какая-то непонятная история с инстой. Я включаюсь, сам себя не вижу. Как же я буду вести эфир, а сам себя не вижу? Это же никакого удовольствия. Слушай, на меня смотри. Глядя на меня, будет удовольствия ещё больше, чем просто смотреть на себя. Слушай, ну давай попробуй перезайти, ладно? А то это вот чёрный экран, чёрный квадрат Малевича. Давай перезайду, выйду и зайду, ладно? Давай, давай. Какая-то вот странная, то ли это, не знаю, в чём тут фишка. А я пока с ребятами поболтаю. Давай, давай, ага. Так, ну что, друзья, как у вас настроение? О, Лег взял, вышел, всё. Как у вас настроение? Давайте мы с вами поделимся энергией, почувствуем, каково оно быть в пространстве, в потоке. У меня на самом деле в последнее время просто потрясающее настроение вообще. Наверное, да я даже пока не понимаю, почему. Но, тем не менее, сейчас... О, привет, Анеточка. В общем, у меня карма, чёрный экран, видите, вместо себя. Видимо, Инстаграм мне мстит за то, что я его недолюбливаю, поэтому буду привыкать к чёрному квадрату, что же делать. Буду на тебя смотреть. Отлично, отлично. Мне даже будет так гораздо приятнее. Что как у тебя дела, как настроение? Слушай, хорошо, у меня тут эти мои локальные проблемы. Я этот квадрокоптер вызволяю уже третий день с сосны высокой, поэтому у меня мои личные трагедии, в общем, всё непросто. Ага, это всё твоя энергия. Да, 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 да. Я говорю, я один квадрокоптер повесил на сосне, с помощью второго квадрокоптера пытался его достать, не достал уже два квадрокоптера на сосне. Вчера я купил третий квадрокоптер и сегодня утром повесил третий квадрокоптер на сосну. В общем, это отдельная моя боль, в общем-то, как эта проработка там происходит. Поэтому... В общем, всё хорошо, очень интересно. Я погружён прям последние три дня просто по максимуму в тему поиска квадрокоптера. Как у тебя? У меня тоже супер вообще просто настроение огонь. Я вот сегодня уже ребятам сказала, что у нас у них будет классная тема про женскую и мужскую энергию. Ты как мужчина с такой твёрдой мужской энергией. Надеюсь, ты сегодня расскажешь ребятам, ну, а я поделюсь с девчонками, на кого иметь большую мужскую и женскую энергию. Да? Договоримся? Да, 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 окей, окей. Слушай, я предлагаю тогда в целом начать вообще просто, что такое энергия и вообще, как ей распоряжаться, а впоследствии уже будем точечно рассматривать. Может быть, у нас у ребят вопросы появятся. Давай, давай, я согласен. Кто насчёт? Ты начнёшь, Илья, начну про энергию рассказывать? Я предоставлю слово мужчине. Ну, давай, хорошо. Ну, вообще, да, если в физике смотреть, энергия что-то там на что-то умноженная, но мы все понимаем, что речь не про энергию с физики, а про что-то более такое тонкоматериальное. Ну, вот у меня, у людей на марафоне, на моём, по ранним подъём, главный запрос, самая популярная тема, где взять энергию. То есть у людей не хватает энергии, они начинают, собственно, рано вставать, делать зарядку по утрам. И это офигенно работает. Собственно, это один из источников энергии. И это, ну, их много, на самом деле. Один из основных – это прямо режим дня, ранние подъёмы, активно физически. Дело в том, что страшно, очень классная практика. Что ещё есть? Цели написать, да, вот я думаю, ты тоже своим рассказываешь про цели. То есть один из крутых источников понимания того, что ты вообще хочешь. Что ещё про энергию? Ну, всякая экологичная, здоровая образ жизни, вся вот эта история. То есть это как бы фишка в том, важно понять, что энергия внутри. То есть она не где-то снаружи, она внутри. То есть это источник, у нас на морфоне называется энергорубли. То есть как бы единица энергии человека. Вот ты проснулась рано, да, у тебя раз, и плюс 10 тысяч энергорублей, например, в счёт прибавилось, можешь тратить. Вот как-то вот так. Если вкратце, да, это какая-то штука неведомая, которая внутри, когда есть, тогда у тебя всё ладится. Когда нет, печаль, депрессия, апатия и так далее. Вот моё понимание такое. Какое твоё? Слушай, я с тобой согласна. Это прям круто, что у тебя энергорубли — это прям что-то новенькое. Я вообще считаю, что энергия — это, ну, наверное, первостепенно для меня это источник. Источник для чего-то. То есть энергия даётся не просто так, и она приходит всегда по запросу. Если у человека есть определённые запросы, то вот, пожалуйста, Вселенная даёт тебе энергию. Если у человека как таковых запросов нет, то тогда и зачем, собственно, тебе энергия? Вот тогда сиди там и радуйся тому, что есть. Вот поэтому для меня всё-таки энергия — это что-то более похожее на желание, на цели, но вот такое более воздушное. Ну, то есть мне с девчачьей позиции приятнее вот про это говорить. И также для меня, наверное, энергия — это другие люди, которые точно так же являются источником, и которые меня там мотивируют, радуют каким-то образом, с которыми мы взаимодействуем. Вот. Я вот так считаю. Я ещё вспомнил, пока ты говорила, мы же с тобой оба манифестеры по хьюман-дизайну, а с тобой нифига энергии-то нет по этому, по природе-то, да, поэтому мы, собственно, с тобой и ищем. И, собственно, и нашли, я так понимаю, оба какие-то фишки, потому что кто генератор, у них, как правило, таких вопросов не возникает. Ну, возникает, но не так остро. А манифестеры, проекторы, если вот у хьюман-дизайн шарите, да, вот у зрителей, то вам прям особенно актуальна тема поиска энергии, потому что часто как бы бывает состояние, когда энергии нет. Я думаю, Лид, ты поддержишь, да, вот бывают случаи, когда как-то чувствуешь, что прямо у манифестеров такая история бывает. Я так и знала, что ли, у манифестера. Да, 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 мы с Леночкой уже говорили. Лена, кстати, занимается как раз хьюман-дизайном. Давай расскажем немножко тогда, но ты немножко соображаешь в этом, я на самом деле меньше. Про хьюман-дизайн вообще, что там про энергию с точки зрения хьюман-дизайна? Слушай, ну я хьюман-дизайн тоже довольно так со стороны наблюдаю. Я больше в соционике психософии ориентируюсь, хьюман-дизайн так в целом я знаю, что есть, получается, энергетические типы, неэнергетические. Энергетические – это генераторы, иммунифестирующие генераторы, а неэнергетические – это проекторы, манифестеры, ну, это такая редко существует, как рефлектор, который никто никогда не видел, но он типа встречается где-то, который один там на 50 человек какие-то такие есть. И те, у которых энергия встроенная, которые как батарейка, генератор, у них все зашибись с энергией. А вот нашим ребятам нужно где-то генератора себе намутить под бок и с ним где-то фигачить. Я же скажу. Без нас, как заяц-энерджайзер, который ездит, ему пофигу куда идти, он просто идет и бьет в барабан, а идти пофигу куда, этот генератор. Ну, как-то так. Вот, смотри, Лена пишет, там все намного глубже, основанно на гормональной системе человека. О, как интересно. Ну, да, я согласна, что, конечно, все это супериндивидуально, и там вот эти бодиграфы, которые существуют, это вообще просто что-то для меня пока что не очень понятное, но в целом, да, да. Но я знаю, что ты работаешь еще по соционике, то есть у тебя гораздо интереснее такая история, что ты там и там чуть-чуть, и там чуть-чуть, все потихонечку знаешь. Как думаешь, в соционике у кого больше всего энергии? В соционике у кого больше энергии? Слушай, тут энергия разная, наверное, в соционике. То есть есть, например, сенсорики, это такие ребята конкретные, которые могут поддерживать дома порядок, у которых регулярный быт, которые не забывают завтракать, скорее всего, как ты и я с тобой, наверное, бывает. То есть мы интуитно, наверное, могут забыть позавтракать. Типа, ё-моё, вот я сегодня, например, вызвалял квадрокоптер, я там пообедал, например, не в три и в два, а что-то часам в шести и ближе. Ну, потому что как-то, как-то у меня это просто. У сенсориков так не было. У сенсорики у них завтрак, обед, ужин по расписанию, всё чётенько. Вот, поэтому вот в плане именно способности поддерживать какой-то вот этот ритм, да, регулярный, тут у сенсориков энергии больше. Но зато интуиты, они могут энергию, вот энергию перспектив каких-то, вот они увидят какую-нибудь, скажут, вот нам туда, и все вместе с сенсориками все туда пошли. Поэтому тут, наверное, какой-то навык вот, ну, у всех свои фишки, наверное, как-то, и у всех своя энергия, просто она разная, наверное, как-то вот так. Скажи, правильно ли я понимаю, что есть сенсорики и есть интуиты? Так, а чем они отличаются? Смотри, значит, интуиты – это ребята, которые круто ориентируются во времени, в возможности. То есть вот они могут чётко приехать, например, по расписанию куда-то в аэропорт, там за 10 минут успеть на последние там закрытие регистрации. Могут, когда он едет в аэропорт и знает, что если он не успеет на такси, он знает, что у него есть запасной вариант выйти из такси и поехать на метро. Вот это всё многовариантная история, это про интуитов. Они в этом комфортно себя чувствуют. Сенсорики комфортно себя чувствуют в пространстве. То есть они чётко могут, они там, они любят готовить, они любят там поддерживать дома порядок, они умеют там поставить на место кого-то, могут там на машине вот так встроиться в ряд, чтобы там вот сзади едущий затормозил ровно, чтобы в него не врезался. Вот, например, сенсорики, они это чувствуют. Они классные руководители сенсорики, они умеют взять и как-то вот, ну, в целом руководители умеют сенсорики гораздо круче, чем интуит. Они именно такие конкретные ребята, вот они всех строят, всех организуют. Это про сенсорик. Вот сильная сторона сенсориков такая. Вот, поэтому они друг друга помогут. Слушай, как интересно. Получается, вот эти два типа получают по-разному энергию, правильно же? Ну, получается, они в целом очень разные ребята, да. То есть одним, ну, они в целом со стороны кажется, что интуиты более такие, они более, ну, они вот человек рассеянный с улицы Бассейн, это про интуита, который не может ничего найти дома, вот когда какие-то там пропадают вещи у него, вот это все проблема. Это вот как бы тут энергия у него какая? У него энергия, зато он идеи как, он идеями живет. Вот. А сенсорик, ну, вот пример забавный, значит, у меня родители интуиты, да, у меня у Ирины супруги родители сенсорики оба. И получается Ирина говорит, слушай, говорит, как к твоей не приедут всю жизнь разговоры какие-то, а если жизнь на Марсе там какая-то, а вот там какие-нибудь космические корабли бродят просторы, а у меня, говорит, разговоры обычно у моих, говорит, там, что ты сметану купил сегодня? Какую сметану купил там? Купил там 10% или 20%? Вот. Вот сенсорики, они более к Земле поближе, они как-то любят конкретику, а интуиты, они любят отборозить просторы. Вот. И то, и другое важно, просто вот надо как-то это все стыковать. Поэтому прикольно, когда сенсорик с интуитом в команде, тогда они друг друга дополняют. Ну, тогда расскажи, я так понимаю, что твоя жена как раз сенсорик, да? А ты и ты. Расскажи, пожалуйста, как вы взаимодействуете с точки зрения энергии? Как ты от нее подкрепляешься? Потому что ведь у женщины больше энергии априори, чем у мужчины. Угу. Больше энергии, чем у мужчины? Ну, наверное, не знаю. Не знаю, я не сравнивал. Твоя информация такова, что женщины... Ну, окей. Женщины энергии больше всего у мужчины, да. Ну, вполне, у вас в женщины энергии там ребенка вынашивают. Поэтому, наверное, да. Наверное, в целом. Она жизнь дает. По поводу как взаимодействуем. Ну, прикольно то, что... То есть сенсорик, да, он реально умеет обеспечивать этот быт и какую-то вот эту вот регулярность. Вот как у меня происходит? Если, например, у меня в компании какие-то процессы регулярные нужны, нужно каждый месяц что-то делать, да, то меня надолго не хватает. То есть у меня один месяц, два месяца, все, я съехал, уже мне надоело. А если к сенсорику, например, там Ирине у меня, она у меня в обоих, получается, бизнесах участвует, и, собственно, в марафонах, и в кожгалантерии, да, в основной моей теме. У Жени основной, наверное, знаю. Вот. То есть какие-то регулярные процессы на ней. Да, то есть какие-то регулярные какие-то отчеты, что-то делать. А вот как что-то придумать и потом лежать в коме неделю, это вот моя тема. Вот как-то так. Слушай, ну вот удивительно, несмотря на то, что мы с тобой оба манифестеры и оба интуиты, я на самом деле, вот у меня нет такого, что я прям могу лечь там и лежать. То есть я энергию немножечко по-другому черпаю. И вот если ты там, например, видимо, как мужчина ставишь маленькие цели, то у меня больше такое, типа, мечты, мечты. То есть вот мне вот это ближе. Возможно, этим на самом деле отличаются женщины и мужчины, потому что я такая, типа, вся ой, про звезды, про энергию, про космос такая вся. Озабочена каким-то, не знаю, более большими, что ли, вот мыслями. А вы, мужчина, ставите цель, такой, так, цель поставил, пошел, цель поставил, пошел. Что скажешь по этому поводу? Как это, Маша? Ну, есть такая история, только сегодня у меня сегодня с утра был эфир, в 10 утра мы рассказывали про психотипы в отношениях, и там вот была тема такая, что в целом за эволюцию получается, мужчины всю жизнь, когда вот они еще за мамонтами бегали, он смотрит в одну точку. Одна точка, одна цель, он за мамонтом бежит с копьем. У него все. У женщин, которые поддерживали огонь, детей в пещерах присматривали за ними, они привыкли контролировать сразу много, сразу широко смотреть на картинку. Вот, и поэтому, если мужской взгляд, мужчина, значит, мужики, если есть на эфире, меня поймут, то есть, когда мужик идет по списку в магазине, значит, подходит к полке с молоком, начинает сканировать полку сверху вниз в поисках молока, нужного этого. Женщина просто раз говорит, да, говорит, вот же оно, раз и берет, прям вот так вот, берет какой-нибудь молок. Или в холодильнике. Мужик говорит, так, я сканирую, я не могу найти сыр. Жена такая подходит, говорит, так вот же, он берет руку, просовывает, и за банкой с молоком достает сыр. Вот это вот особенность взгляда, поэтому, может быть, как-то вот на это влияет, что мужик какой-то более однозадачный за счет этого, а женщина более какая-то, ну, более глобально видит какую-то всю картинку. Может быть, вот об этом речь. А, может быть, да, да. Потому что у меня, например, все происходит вот через желание. Например, ты знаешь, я вот когда путешествовала тоже, у меня было прям, вот я хочу, вот я хочу, и все, как будет, вообще плевать. Ну, то есть, оно должно как-то, ну, само. А когда вот мужчины, я прям, ну, замечала, да, то есть, мои клиенты с мужчинами, когда я работаю, они такие, так, давай четко вот это, вот это, вот это, как должно быть. Я говорю, так подожди, да, смысл-то в чем научиться? Как раз женщинам, наверное, по целям двигаться, а мужчинам как раз может быть двигаться как раз от больших желаний, от глобальных. Угу, угу. Ну, да, получается. Моя работа сразу складывается. Ага, ага. То есть, есть достигаторский путь такой, достижение цели, да, такой, я расписал весь план, я сегодня знаю, что я завтракаю там по плану. А есть путь такой, какой-то, ну, какой-то магический такой, метафизический. Типа, я вот загадал какую-то штуку, оно какое-то само реализуется. Вот, мне кажется, где-то посерединке вот оптимально будет. То есть, как бы и не совсем достигаторством заниматься, но, как бы, и не совсем в формате, что оно само произойдет. Где-то вот какой-то баланс должен быть, в моем понимании. Ну, да, да, достигаторство, оно, ты знаешь, это про состояние, которое будет очень, так это, туда-сюда будет расколбас такой, к угоранию все-таки больше, знаешь, стремится. А вот если сохранить этот баланс, потому что вот эта вот мечта, она же тоже может как бы не сбыться. Если мечта настоящая, она, конечно, сбудется. Но если она просто как фантазия, то, конечно, ничего не сбудется, энергии на нее тоже как бы вселенная не даст. Скажешь, что ты меня обманываешь, давай там это. По-другому действовать начнем. И тогда, мне кажется, как раз вот эта история с фантазией и с мечтой, она в этом как раз есть разница, что человек, который фантазирует, он как бы не верит в то, что произойдет на самом деле. А человек, который вот мечтает, он как раз-таки ждет, когда же это вот все-таки там его мечта осуществится. И поэтому фантазии, они не сбывшиеся, да, а мечты, они как бы могут себе позволить сбыться. Ну да, получается, один верит, а другой не верит. Мне кажется, если глобально прямо так. Один фантазирует и не верит, а другой делает и верит, что это будет. Вот тема веры это отдельная тема. У нас вроде как про энергию сегодня эфир, поэтому, наверное, в веру не будем погружаться. Про это. Да, давай. Вот про мужскую и женскую. По-моему, ты эту идею закинула. Что ты можешь сказать именно про мужскую и женскую? Чем отличается мужская от женской, на твой взгляд? Слушай, ну, во-первых, я считаю, что каждый из людей должен выполнять свою функцию. Женщина свою функцию выполняет, мужчина выполняет свою функцию. Я где-то слышала такую историю, как этажи любви. То есть есть всего шесть этажей любви, на которых, ну, там, женщина занимает свои этажи, там, три, мужчина свои три. И тогда, когда будет, так скажем, равновесие, тогда отношения происходят прям хорошие, качественные и уютные, так назову их. Не побоюсь этого слова. Вот первый этаж — это этаж безопасности. Это то, на что соглашается изначально женщина. Понятно, что на энергии женщины и мужчины все там шесть этажей простроены, но тем не менее, что первый этаж — это этаж безопасности, это мужской этаж. Женщина, если согласилась на эту историю, что есть безопасность, то, что мужчина там ест, то, что он пьёт, то, где он живёт, на чём он ездит, это всё как бы первый этаж. Следующий этаж — это этаж желаний, когда женщина такая, «О, я хочу вот это, я хочу вот в парк погулять». Ну, на первых, так скажем, парах, понятно, что там сильно борзеть нельзя, поэтому надо хотеть по чуть-чуть. И она говорит, «Вот я хочу вот это, я хочу вот то». И мужчина думает уже, ну, какие-то рации мне необходимо сделать, чтобы там ей, ну, её порадовать, так скажем. Что мне нужно сделать, чтобы в парк, например, сводить её, там, цветов, например, купить, или там, не знаю, на каких-то аттракционах покататься. Да, и самому кайфануть, смотря, как она радуется. Потому что человек же всё эгоистично, естественно, да, он просто, видя, как она радуется, он сам радуется. Поэтому тут, да. Да-да-да, абсолютно. И получается, что третий этаж, вот второй этаж – желание, первый – безопасность, и третий этаж – этаж действий, когда мужчина тоннельно смотрит, думает, так, сколько мне нужно сделать итераций, чтобы получить там, ну, что-то. Например, там, не знаю, куртку она хочет. Она говорит, «Мила, я хочу куртку». Такой, думаю, сколько мне нужно денег, ну, типа, сколько мне нужно итераций, чтобы заработать на конкретную куртку? Типа, сколько тебе, там, 10 тысяч? Она такая, что я могу сделать? Вот так работает? Так не работает. А вот так работает? Так тоже не работает. А вот так? О, вот так работает. И он где-то действует. И, скорее всего, у него получается, потому что, ну, женщина как бы дала энергию на то, чтобы у него получилось, и он действовал, и у него получилось. Следующий этаж после этажа действия идёт женский этаж. Это этаж любви. Как раз в этот момент ему отдаёт вот эту вот всю заботу, всё вот, ну, мур-мур-мур, мяу-мяу. Она говорит, «Ты такой хороший, ты, ты меня спас от холодной зимы!» И он такой, «Твою мать, как это?» «Я мужик, да-да-да-да-да-да-да-да». И вот как раз эта самая энергия у него появляется. И он такой думает, «Блин, какой я крутой!» И вот когда она ему любовь отдаёт, эту вот энергию любви, у него открывается следующий этаж. Это этаж творчества. То есть если в действиях он смотрел вот так, да, прямолинейно, то, типа, что мне нужно сделать, чтобы получить там, ну, не знаю, чтобы заработать на куртку, то сейчас у него прям хоп, и открылись вот эти горизонты все. Он уже смотрит там не тоннельно, а горизонтально. И такой, там подработал, там, 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 везде как-то подработал, и всё у него как бы получилось уже, потому что уже деньги-то пришли, потому что она в него там качнула. Этой энергией своей. И последний этаж — это этаж интуиции. Она говорит, «Олег, мне кажется, тебе не нужна кожа галантерии, мне кажется, тебе нужно заниматься марафонами». Ты такой прям, «Ну, я не знаю, но, возможно…» «Мне точно так кажется, милый, вот попробуй». И ты такой, «Ах, точно!» И начинаешь заниматься какими-то там, ну, вещами, которые она чувствует, и, скорее всего, мужчины, которые женщинам своим доверяют, у них как раз много энергии. Ну, и женщины, соответственно, тоже… Умная, тут надо как бы учесть, что умная женщина, она вообще учитывает все желания мужчины. Ну, то есть, ты же не знаешь, что мужчина должен только её там как-то удовлетворять, там ей только покупать что-то, а ей нет. Я буквально сегодня разговаривала там со своим клиентом, я говорю, нормальная женщина, на самом деле, будет говорить что-то из разряда. Мне кажется, вон та машина тебе очень бы подошла. Ты бы в ней так классно смотрелся, просто, ты был бы просто… И вот мужика как бы, ну, по крайней мере, на моей практике, я уж не знаю, я думаю, что ты со мной согласишься, у мужика сразу такое, ага, ага, а что я могу сделать, чтобы заработать, а как мне надо мыслить, а в какую там, не знаю, в какую сторону мне двинуться, чтобы что-то произошло, начало как-то что-то меняться. И вот как раз задача, на мой взгляд, задача глобальной женщины – это вдохновлять своего мужчину таким образом, чтобы ему хотелось действовать. Потому что, если по факту говорить, то мужчина никогда в жизни, ну, как бы, может быть, за исключением, но я таких не видела, скажу честно, никогда в жизни не купит себе, например, там, трёхкомнатную квартиру в ипотеку. По сути, ему нужно там что, где поспать, где поесть, где умыться, побриться, там, душ, не душ. Это всё, в принципе, можно там, в однокомнатной квартире, да, совершать. А вот то, что касается, там, трёхкомнатной квартиры, он уже думает, так, а что мне нужно там, чтобы вот эту трёшку купить? И женщина, она всегда как бы преумножитель. Ну, то есть, ну, не знаю, ты ей денежку, она тебе шторки, уют. Ты ей там опять денежку, она тебе скатерть, ну, хоп, ты уже такой, о, как красиво, как здорово. Ты семечка, она тебе ребёночка. Ну, то есть, женщина должна, как бы, только преумножать, на мой взгляд. И это, как бы, очень важно. Ну, это вот то, как я вижу именно отношения. И, в принципе, любая нормальная женщина может зарядить, ну, любого мужчину, несмотря на то, что там они в отношениях или не в отношениях. В принципе, задача женщины не просто распылять свою энергию, да, как это правильно сказать? Ну, то есть, быть готовой принимать и быть готовой отдавать. То есть, если она действительно считает, что вокруг неё должны собираться качественные мужчины, ну, то есть, она должна тоже свою качественную энергию отдавать. это как у нас с тобой история про смузи. Я говорю, это будет не слишком нагло, если я так делаю? Такой, я расскажу просто предысторию, да, мы с Олегом учимся вместе на МЗС, и я так, Олег, говорю, слушай, ты знаешь, что он женат, между прочим. Это будет не слишком нагло. На что мне Олег говорит? Ну, в принципе, это будет, конечно, нагло, но я угощу тебя смузи. На голова-то? Ну, нормально. Да, 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 но при этом я понимаю, что я свою энергию тебе дарю. Ну, то есть, я её как бы вот, вот, Олег, это тебе, спасибо тебе большое, ты там меня порадовал. И, несмотря на то, что понятно, что нас как бы ничего такого не связывает, ты всё равно радуешься от того, что я как бы поддерживаю тебя, то есть, я чувствую, что ты радуешься этому. И это здорово. Вот, на мой взгляд, женская энергия должна быть вот так воплощена. Ну, это такой, энергообмен женский и мужской, то есть, получается, вот это, если прям совсем мелкие штуки смотреть, то есть, это, грубо говоря, вот моя любовь открывать там перед девушками дверь, даже не перед собственной женой, а просто в целом, ну, это как бы, то есть, мне кайфово себя чувствовать мужиком в этот момент. То есть, как бы, это тоже эгоистичное действие того, что, как бы, то есть, ну, когда женщина понимает, что, как бы, ей там можно дверь открыть, и, как бы, ты её вперёд пропускаешь, это, как бы, круто, ну, и ей приятно идти, или... Оу, пропал. Секунду, у меня тут какие-то входящие звонки, как-то их отключить. Так, я здесь, да, правильно? Да, да. да, и вот эта вот история про вот, то есть, это именно вот обмен энергии мужским и женским, то есть, вот для женщин очень важная история, очень важная история, это уметь принимать и уметь отдавать эмоции в ответ. То есть, грубо говоря, когда мужик принёс цветы, он, конечно, вам их принёс, но он принёс, чтобы кайфануть от того, как вы кайфанули. Поэтому их как бы, типа, ну, можно было не дарить в формате, да, блин, он вам больше не подарит, да, то есть, вы должны... Так, сейчас что-то тут пропадает, нормально, слышно? Я отлично слышу. Да, нужно уметь, прямо вот, когда вам дарят цветы, прямо говорить, блин, какие классные цветы, прям, я офигительные цветы, вот, вот, как бы, вот в ответ на вот какую-то, вот какую-то штуку, прямо отвечать эмоциями, потому что, то есть, мужик в это время кайфует, и он, как собака Павлова, естественно, получив положительные эмоции, будет завтра покупать ещё цветы, потому что, как бы, а если собаке Павловой говорит, иди отсюда нафиг, да, и ногой в живот бьёте, да, она не купит больше цветы. Скажи, пожалуйста, а что чувствует мужчина, когда женщина говорит, я сама? Я сама? Угу. Ну, окей. Ну, как бы, то есть, когда она говорит, блин, у меня ничего не получается, помоги мне, пожалуйста. Ладно, давай, тут мужиком таким, давай, типа, у меня не открывается банка, хотя она может, не знаю, банку раздавить руками, если она будет мастер спорта какой-нибудь, не знаю, я не могу банку, давай, я тебе банку открою, я открою банку, такой мужик сразу, прям. Ну, вот это прикольно, то есть, как бы, искусство женщины делать, мужчины рядом с собой, чувствовать больше мужиком, вот как-то вот так, это прям реально искусство, то есть, это, как бы, сила в слабости, да, когда, если вот уметь как-то вот быть девочкой правильно, по-честному, не в формате какого-то придуривания, по-честному, искренне просто привалить свою суть. Вот я смотрю на свою дочь, семилетнюю, она явно не проходила тренинги по женским практикам, но, блин, она просто, она идет, она девочка-девочка, просто вот она вот такая, это просто, как бы, навык просто быть собой, да, для женщин. Это реально очень круто, рядом с вами мужиков поднимает, которые, как-то чувствуют себя мужиками. Природой, да, 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 то есть это не результат тренинга, это скорее просто попытка как бы распечатать обратно то, что там залипло там годами, вот как-то вот так. Ну, ты просто так сказал, что типа, ну окей, но все равно внутри-то как-то ты ощущаешь, что типа, ну, Ну, конечно, то есть как бы, то есть я, то есть когда женщина говорит, я сама, то есть ты как бы себя мужиком рядом с ней не чувствуешь, типа, ну она сама, я сама, типа и корова, я и бык, я и баба, и мужик, да, ну окей, как-то так. Вот, поэтому, ну это круто, когда друг от друга зависит, да, сейчас вот эта мода такая, независимые там отношения, мы вот независимые, мы такие, мы не половинки, мы два целых, вот эта вся тема, да, но это круто быть зависимым друг от друга, да, то есть ты зависишь в одном там, да, от мужчин, мужчин зависит от тебя в другом, это прикольно как бы быть друг другу полезными, да, ты даешь, и тебе дают в ответ, как-то вот так вот, и тогда ничего страшного нет. Это взаимодействие, это же независимость, это взаимодействие, Ну, в каком-то смысле взаимодействие Это и есть зависимость Потому что вот эта история Мы с тобой же говорили про созависимые отношения А, нет, это мы на группе говорили Про созависимые отношения Я не понимаю даже самоопределения слова Созависимые отношения Когда люди друг от друга зависят Нормально друг от друга зависеть Ничего страшного в этом нет Ты прям адекватно оцениваешь От чего ты зависишь А другое дело, когда Наверное, созависимость Это больше в негатив Что человек за это как бы манипулирует И ниточкой дергает На мой взгляд, созависимость Это не экологичная Есть экологичная созависимость Понятно, что мужчина Добыча и все такое Но это же не значит, что Если что, я вот достижаю Тогда это как бы не экологичное отношение А созависимость Тут скорее, знаешь, созависимостью Назвать сложнее Потому что, на мой взгляд Все-таки должно, знаешь Вот как эти этажи, да Сошлись, шесть штучек То есть женщина там Свои три этажа занимает То есть она просто желает Она любит Вдохновляет И интуитивно направляет А мужчина как раз действует Творит Да, он как творец выступает И слушает непосредственную безопасность Да, 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 да И вот тогда, конечно, получается Что и у одной есть энергия И у другого есть энергия И тогда все вот Тогда синергия Энергия и синергия Получается Вот А то, что касается детей Ты так интересно сказала Моя подружка рассказывала Говорит У нее есть дочка маленькая И ребенку Ну, там что-то Ну, да, ну, да И тогда понятно, что Им Она вот просто рассказывала Про то, что Детей вообще Вот если мальчикам Надо что-то заложить в голову Из разряда Вот смотри Да, да, да Говори, говори Просто подторможи Торрой немножко А у девочек Немножко по-другому То есть девочку В принципе трогать не надо Надо только ее оберегать От того, чтобы Какие-то сложные там Ситуации с ней не происходили Ну, грубо говоря Не унижать ее там Не помыкать Вот ты там давай Ну-ка замолчи Там еще что-то То есть вот просто Нужно аккуратненько Это ее Ну, наблюдать Так скажем За процессом взросления Ребенка У девочек Наверное, все-таки Так работает А когда Мальчика, конечно Стоит поучить На мой взгляд То есть вот смотри Папа подарил маме цветочек Папа маму любит Ну, чтобы ребенок Тоже перенимал Вот это отношение Ну, грубо говоря Там к девочке, да Чтобы она могла С ним впоследствии Женщина могла там С мальчиком Делиться энергией своей Вот На мой взгляд Как бы Все равно Энергия Она взращивается Как раз с детства Задумался, да? Олег Алло Олег Слышишь меня? Так Ребята Кто-нибудь скажите Меня слышно или нет? Потому что Олег немножко задумался То ли он завис То ли что-то произошло Идет потихонечку Из чей-то лайк И все Что происходит-то вообще? У нас Эфир продолжается или нет? А, Олег перезашел Я поняла Лайки идут Ой, как здорово Как приятно Ребята Отлично Танюш, спасибо большое А то я уже перепугалась Думаю, что такое вообще Не слышно было Значит, у Олега там что-то Вот Давайте вы меня Как-то поддержите Ну, поставьте плюсики Кто меня слышит Вообще видит Потому что Мне прям важно Да, что вы здесь И это прям приятно На самом деле Что вы кратаете Вечер воскресенья Со мной Что скажете вообще, друзья На тему отношений Как у вас Складываются В ваших отношениях Если таковые есть Ой, супер Отлично Меня видно Слышно Супер Так, вот Олег к нам возвращается Отлично Спасибо большое, друзья Ой, поддерживайте Очень приятно Очень Очень приятно Так, прием, прием Что-то у меня туда Со связью Какие-то траблы Да, я поняла Все слышно, видно Да Ну, слышно Я тебя, если честно Не вижу, но слышу Ага То есть теперь и ты Меня не видишь тоже Да, теперь я тебя не вижу Ну, вот он пишет Мне подключение внизу А это Ага, ага Ну, окей Слушай, мы остановились На интересной теме По поводу того, что там Что-то мальчикам надо показывать А девочкам не надо Хорошая штука такая Что Не пытайтесь менять детей Они все равно Больше Они все равно будут Похожи на вас Меняйте себя Вот Все равно Дети все равно Считывают Не в тех моментах Когда говоришь Смотри Вот мама делает вот так А дети сами видят Просто, что ты делаешь Поэтому, как бы Быть примером Делать просто Как бы по-честному То, что ты делаешь Это реально лучший пример В плане воспитания На мой взгляд Это знаешь Как та же подружка Мне говорит Блин, Олег не может Присоединиться Ну, что такое Опять его выкидывают Ну, видимо Связь Ну, ладно Расскажу пока вам У меня Моя та же подружка Говорит У нее двое детей Мальчик и девочка И она сыну говорит Там, типа Вот Не надо так себя вести Так себя вести Не стоит И он ей так Отвечает Смешно Типа Ты меня все равно Не накажешь Он говорит Почему это? Он говорит Потому что я Твоя большая любовь То есть Дети, конечно Это просто Цветы жизни А вот Ты вернулся ко мне Так Прием, прием Что-то меня Какие-то силы Меня не пускают Почему-то В инстаграм сегодня Видимо инстаграм Не знаю Да, ты видимо Инстаграм не взлюбил Вот инстаграм тебе Ответкой Ответочку дает Да, да Черный квадрат Мне прям Показывает На тебе черный квадрат Слушай, ну сейчас Я тебя хорошо вижу Слышу А, ну отлично Прекрасно Да Я тут Дозавершала Про детей Рассказывала Про то, что У меня подружка Рассказывала мне Ну, у нее Помимо дочки Есть сынок И вот Она ему говорит Там, типа Не надо так делать Перестань, пожалуйста Я тебя накажу Он такой Не накажешь Он говорит Почему? Потому что Я твоя большая любовь Манипуляция Вообще, да То есть это вообще Просто прелесть Я, конечно, удивляюсь Детей Дети умеют вообще Вырабатывать энергию Отовсюду Ну, конечно Первое время Там от родителей Больше всего От мира уже там Впоследствии Они приобретают Какие-то навыки Чувствовать Видеть А все-таки От родителей Очень сильно Очень много зависит И вот как раз Да, ты правильно сказал Что возможно Я, кстати, об этом Не задумывалась То есть возможно Действительно У девочек Больше энергии За счет того Чтобы там Выносить ребенка Воспитать его И все такое Да, действительно Не задумывалась Спасибо тебе большое За инсайт Ну, я так чисто В голову пришел Это моя гипотеза То есть я не уверен Ну, вероятно Ну, да Это хорошая гипотеза Мне кажется Вполне себе рабочая Такие процессы Происходят внутри Да, что там Энергия Больше надо, конечно Мне кажется А расскажи, пожалуйста Про свои подъемы То есть вот ты сейчас Ведешь марафон Ранних подъемов Как вообще Это происходит В самодействии с тобой Каким образом Ребята Получают энергию Так скажем Слушай, ну история такая То есть по сути Все знают Что надо вставать рано Да, но при этом Людям часто не хватает Какой-то мотивации Чтобы это сделать Да И когда Одно дело Человек собрался Что-то прочитал книжку Магия утра Да, повставал Три дня рано Да, и думает Ну и нафиг Я сова вообще Да, это не про меня Это про меня Это я такая Да, да, да А когда ты приходишь На марафон Когда там Тысяча человек Участников Которые тоже Хотят вставать рано Ты уже так Ну что, я самый левый Что ли, да Там рейтинг Где написано На каком-то месте Относительно других Вот ты толпе Вставальщиков Рано Думаешь, блин Я как-то не хочу Быть в самой заднице Я хочу где-то там В топчике быть Говоришь, извини, дорогой друг Подойди надо вставать Четырех до семи И писать доброе утро Весь месяц Думаешь, блин, ну вот И как бы появилась мотивация Утром просыпаешься И с выторщенными глазами Бежишь отчитаться Там до семи Если ты вдруг Проснулся поздновато И это вроде смешная штука Энергорубли Которые мало что дают В конце Мы почти никогда Не превращаем их В настоящие рубли Хотя иногда превращаем Вот И Ну просто Сам факт Понимания Что у тебя Ты профукаешь Пять тысячи энергорублей С утра Если отчитаешься С теми утра И поздней Он мотивирует Реально вот смешно Но работает Геймификация Вот она такая Слушай, ну получается Это как скорее Морковка сзади Чем морковка спереди Просто я могу сказать Скорее спереди Ну не знаю Слушай, у нас, например Вот в нашей группе Ребята Все планировали Вводить штрафы Я говорю На меня не работают штрафы Вот хоть что Хоть вы что делаете В общем Не работают на меня штрафы Для меня важнее Типа заработать денежку себе И сходить там В ритуал Понимаешь Это для меня интересно А вот то, что там Типа Если не сделаешь Там заплатишь штраф Я думаю Да идите вы нафиг Что это такое Ну то есть Немножко вот эта история Я не знаю Может быть это для девочек Так Потому что я слышала Такую теорию Что для девочек Все-таки Морковка спереди Так называемая Она рабочая Такой инструмент А для мальчиков А для парней по-другому Да Да Для парней по-другому По крайней мере Я так слышала Может быть я ошибаюсь Расскажи Как ты думаешь Слушай Тут мне кажется Типа мотивации людей А морковка сзади Работает для всех Да Просто вопрос Кто-то любит морковку сзади Кто-то не любит Вот как-то вот так вот Наверное Потому что Когда ты Какой-нибудь дедлайн Когда тебе нужно Срочно делать Ну пойти что будешь делать Чтобы успеть дедлайн Да это будет неприятно Да это будет стрессово Ну ты это будешь делать Более того Если ты дон Если мы правильно Тебя по стонике Вычислили То тебе ограничение По срокам Мотивирует прямо Угу-гу-гу-как Прямо как бы У тебя сразу включается Деловая логика И ты сразу начинаешь Еще больше Более эффективно Генерить идеи Прозорвать мне денег То есть вот такая вот История есть Если ты дон Как и я Вот Но понятно Что всем хочется Морковку спереди А не сзади Понятно Что никто не любит Кроме мазохистов Морковку сзади Но при этом Я вот стараюсь Какое-то сочетание Как-то знаешь Поперчить и посолить Ты вот немножко Спереди морковку Немножко сзади Да у тебя и так и так Да и у тебя Как бы полный комплект Тогда То есть в принципе Разница Мужская энергия И женская энергия Как бы Разницы нет Да Каждому свое Так скажем Ну я бы рекомендовал Для девочек Не такую большую Морковку сзади делать Для девочек Лучше вообще Слушай Честно могу сказать Что я для себя Поняла Что для меня Морковка сзади Вообще не работает То есть Это такая Знаешь История Мне наоборот Ты там Дурака не нужен нож Знаешь Как говорится Ему с прикорма Наврешь И делай с ним что хочешь И вот я как бы Может быть Действительно Такой некий Самообман Что типа Сейчас-сейчас-сейчас Я что-то сделаю И куплю Что-нибудь Например себе Побалую себя Но Интересно Даже в другом То что я там Самообман Изначально появляется А вот давай я сейчас сделаю И потом куплю А потом в процессе Достижения Какой-то цели Я думаю А что же я себя обманул Ну-ка пойду Что-нибудь куплю Все-таки в итоге И получается Что цель достигается За целью Ну то есть Как-то вот Хотя я Опять же повторюсь Я больше люблю Масштаб Желания Мечты Для меня Вот это понятно По крайней мере Что делать Там повизуализировала Помедитировала Чуть-чуть В ванной полежала Все Бам-бам-бам Навизуализировала себе цели Да Типа где взяла Где там взяла Феррари Там навизуализировала Ну как-то Ну ты знаешь Опять же Я любитель Конечно Использовать Ну сторонние Еще какие-то Так скажем Энергоемкости Назовем их так Ну то есть Где-то себя Побаловать Где-то себе Как-то это Ну порадовать себя Как-то там Тот же спа Там еще что-то Это прям вообще Прекрасная история Потому что Все-таки Человеческий организм Он обязан отдыхать И ну должен понимать Вообще ради чего Это вот сегодня Буквально у меня был Такой клиент С которым я разговаривала Он говорит Я хочу зарабатывать Там полтора миллиона Я говорю А вообще На что тратить ты будешь И он говорит Я хочу зарабатывать Полтора миллиона Просто так Я говорю Ну так же не бывает Ты же должен на что-то тратить Он говорит Ну вот Ну это статус Это типа круто Я буду доказывать Кому-то что-то Но мы же понимаем Что в принципе Фактически Так не работают Потому что Есть факты сейчас Там цифры определенные И есть цифры Как бы будущие Которые типа Хочется Но на самом деле Это же самообман То есть Ничего Эту энергию не дает Вот такого рода Самообман Так скажем Ну да То часто мотивация Как бы вот эта история Типа Мне просто нужно Чтобы доказать Часто это бывает Папе доказать Например Такая тема Что типа Папа А я заработаю полтора ляма Понял Вот как-то вот так То есть как бы Разобраться с папой И вдруг не хочется Зарабатывать полтора ляма Хватает там И своих там Каких-то там Которые есть Да Я согласна Ну Есть такое Но это опять же Кстати Не только у мужчин Но и у женщин Когда вот перекос Мужской и женской энергии Происходит Я могу сказать Я могу сказать честно Что у меня Такое было И я на самом деле Очень даже Папе благодарна За эту черту Потому что Когда я там Закончила Второе высшее С красным диплом Он мне сказал Что Элит А зачем ты это сделал А мы что Засаливать будем Эти дипломы То есть там Банки готовят Тогда И меня прям Аж Ай Меня обесценили Больно А потом думаю Блин Вот если бы он Мне так не говорил Я бы не достигала Тех целей Которые вот у меня Были Смотри мы с тобой Сколько классных Интересных тем Затронули И про родители И про отношения Получается И про деньги И про все Ребята Те кто не был На прямом эфире До этого Обязательно Пересмотрите запись Очень у нас Интересно Все получается Да Да Продуктивненько Про папу-маму Да Хорошая тема Игорь Часто реально Есть такая штука Что люди зарабатывают Деньги Покупают дорогие машины Просто чтобы Потому что просто Они разобрались С папой и мамой Особенно с папой Сейчас мужчина Покупает себе машину Не для того Чтобы она ему нужна А для того Чтобы просто Пантануть Сказать Папа А я зато Теперь езжу На мерседесе Например Если разобраться С папой И понять Что папа Это плохая планка Вот такая история Мне как-то один человек Прикольно сказал Он говорит Если ты будешь мериться Пиписиками С собственным папой Папа это плохая планка Да Есть там какие-то Ну какие-то реально Как бы Ну люди мирового масштаба Какого-то То есть Можешь с ним мериться Если ты Будешь мериться с папой И папу В какой-то момент Перегонишь Тебе будет не на что Ориентироваться Поэтому зачем тебе Выбирать Планку Которая как бы Ну если конечно Папа там не какой-то Космический Какой-то там Не знаю Олигарх То да А так ты можешь Выбрать себе планку И повыше То есть как бы Ты И тогда ты И папу Как бы обгонишь Да и нет смысла Его обгонять И с ним бороться Знаешь как классное Понимание пришло По поводу этого Папу обогнать Они все равно Не станут выше папы Когда они его обгонят Вот что важно понять То есть папа всегда выше Даже если папа старый Какой-то там Не знаю Больной Глупый И так далее Он все равно выше По природе просто Папа Особенно для девочек Все-таки Для всех Для всех Высил Господь отца Над сыном Библейская фраза есть Потому что вот Ты можешь поменяться С президентом Местанин С начальником С кем угодно В своей жизни Кроме папы и мамы Ну вот никак не получится Поменяться Даже можно не знаю Там муж и жена Могут там не знаю Пол поменять И будут быть там Женой мужем например Но с мамой и папой Никак Это вот статус Который на всю жизнь дается И не просто так И поэтому как бы Бодаться с этими людьми Какой смысл С ними лучше как-то Гармонию находить Ну это как раз Вот история Про тему рода Это то чем я занимаюсь Тоже со своими клиентами Когда оцифровываем Вообще То что происходит Да с людьми То есть как они пришли К такой точке Которая вот есть Здесь сейчас Да так скажем Мы всегда смотрим тоже На силу рода Какую историю Оно за собой несет И каким образом Это повлияло на человека В моменте Потому что да Конечно безусловно Это тоже дает Огромное количество энергии И без этого Как бы Без изучения своего древа Так скажем Ну продвижение В будущее Практически невозможно На мой взгляд То есть если говорить Про конкретно Мою да Историю То есть то что Я транслирую своим ученикам Потому что мы Всегда все равно На это внимание обращаем И подпитываемся Оттуда энергией Потому что Ну как говорится Да деньги Это всегда Энергия А где ее взять Если ее Неоткуда преобразовать То есть реализоваться Она должна Каким-то образом А где ее взять Что реализовывать Если ее нет И вот оттуда Конечно Можно огромный Такой источник Взять для себя Чтобы впоследствии Человек Себя хорошо ощущал Добивался Там тех же целей И желания В том числе Исполняются Поддержу Роту Благодаря которым Ты живешь Здесь сейчас И как бы И чья кровь В твоей крови Сейчас находится Чье ДНК Ну это понимание Что за тобой Целая армия народу И ты понимаешь Что тебе ничего не страшно И вот это очень крутое Когда ты думаешь Я типа тут один А мама Папа отдельно Все отдельно Ну тогда да Тогда чувствуешь себя Маленьким слабым И ничего не получается Поэтому эта штука Очень важная Прокачивать эту штуку Это тоже источник энергии По сути Очень круто Давай тогда с тобой Подрезюмируем Вообще Мы сегодня с тобой Так много Всяких разных тем Обсудили Это просто офигеть Как Получается Что основные источники Энергии Это по сути Внешние какие-то Внутренние Это там Тот же Род Да Родители Отношения Что у нас еще может быть Внутренние Энергии Да Цели Отношения Ну род Связь получается За принятие рода Что еще внутреннее Может быть Ну какой-то образ жизни Наверное Да это же Имеет отношение Да безусловно Ну вот как Здоровый образ жизни Алкоголь Там всякие курения Это что же все Как бы То есть Ну правильное Правильное употребление Всяких вещей Точнее Или неупотребление Чего-то Да Тоже энергии Дает больше Да Согласна Это получается Внутреннее А внешнее Что внешнее У нас является Внешнее Внешнее Ну вот морковки Как раз Спереди Сзади Это как раз Особенно сзади Это внешняя мотивация Тоже работает Согласна Скажи пожалуйста Есть ли тебе Что Может быть Какие-то чек-листы Которые ты мог бы Например Для моих подписчиков Или для своих подписчиков Подарить Либо что-то Что могло бы Задобрить Подписаться На меня И на тебя С твоей стороны Подписчики С моей стороны Так Задобрить Задобрить Чек-листы Задобрить У нас сейчас происходит Энергообмен Я могу Например Своим подписчикам Подарить гайд Как создавать Карту желаний А у тебя Что-то есть Такое интересное Ты меня не предупредила Женщина Так Слушай У меня есть книжка Где взять энергию Вот Кто слушает эфир В прямой У меня на литресе Стоит 99 рублей Между прочим Вот А кто Вот кто Мне напишет Что-нибудь Кто мне в инстаграме Напишет в директ Я тому пришлю ссылочку Просто так Вот такой Слушай А давай так сделаем Пускай тогда Ребята Те кто будут сейчас Смотреть или в записи Сделают скриншот Нашего эфира Выложат себе И те кто выложат себе Отметит нас Могут претендовать На твою книжечку Да И на мой Соответственно Гайд Супер Супер Крутая идея Я говорю В инстаграмах ваших Говорю Ориентируюсь плохо Как у вас С подписчиками Происходит Но Книжку Ни разу не дарил Кстати она всегда У меня платная была Но вот ради Такого дела Книжка Офигенная Написана на моем Собственном опыте Когда я в восьмом году Понял что у меня Полная жесть И энергии нет совсем И в итоге Вот я вот Путем проб и ошибок За несколько лет Тыркался и нашел И в итоге в четырнадцатом году Я ее написал Поэтому там много инсайдов Про неподъемы Про цели Про отношения Про все Книжка крутая Ух как классно Так что да Это я так Порекламировал Немножко да Очень здорово Так давай На последний вопросик Ответим Что такое морковка И в принципе Можем уже Подзавершить Ну то есть вкратце Морковка это как бы Сила Любое живое существо Движется от боли К удовольствию Что улитка Что амеба Что человек Поэтому морковка Сзади это соответственно Боль Ну как правило Морковка спереди Это удовольствие Морковка спереди Я хочу съесть морковку Морковка сзади Я хочу чтобы морковка Там сзади Никуда мне не попало Это как бы просто Смешная аналогия Того что Как бы есть более удовольствие Мы можем мотивировать себя Болью того Что нам завтра Там не знаю Тут бандиты там Не знаю Придут если мы не сделаем А можем удовольствие Тем что завтра Если я сделаю Свою цель достигну Я куплю себе новую машину Например Вот если добавить всего Как бы по вкусу Добавить и того и другого Для оптимальной мотивации Тогда две морковки Работают великолепно Вот Есть такая версия Что некоторые люди На морковке спереди Только живут Без морковки сзади Но мне кажется Маленькая морковка У них где-то все равно есть Слушай Не знаю Для меня Для меня никаких морковок Сзади нет Ну для девочек Для девочек реально Я согласен Для девочек Не надо сзади морковок Девочкам можно Девочкам вот так Да Не будем уже Про девочек Что там сзади Я поняла Ну что мой хороший Я тебя благодарю За этот эфир Спасибо тебе большое Я прям порадовался Да Очень рада была С тобой пообщаться Делайте скрины Это будет вообще Просто потрясающе Нам будет очень приятно С Олегом Подписывайтесь на меня И на него Вот К сожалению Не все посмотрела Мы Выложим Прямые эфиры Я думаю Олег Ты же выложишь К себе в инстаграм Я Если ты покажешь мне как То да Я знаю Что он тебе В ГТВ это попадет Да Я же человек Из ВКонтакта Да Я говорю Я ВКонтакте Все знаю В инстаграм Если покажешь мне как То я себе выложу Тоже Хорошо Я научу В этом случае Я Хорошо Буду твоим учителем Вот Благодарю вас Ребят Смотри Сколько всего пишут Вы же так приятненько Это круто Круто Спасибо большое Супер Да Отлично Отлично Тогда всем прекрасного Хорошего настроения И Доброго Вечерочка Вот Все друзья Хорошей следующей недели Чтобы энергии Было побольше Да Все Давай Олег Спасибо тебе большое Спасибо тебе большое Тоже очень классно Я прям Кайфанул Хорошо пообщались Прикольно Все друзья И вам спасибо Тоже кто был живой на эфире И очень здорово Пока Все пока Пока Спасибо